Что вкусно? Вкусно. Ребёнок сейчас попробовал такую вот одну штучку. Говорит, если запивать, то очень вкусно. Да? Да. Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня у нас с вами будет новый формат. Сегодня у нас будет как жизнь за кадром. То есть сегодня уже буду снимать и я, и Дима. Дима нарядился. Одел с Микки Маусами. Шортики оделся. У нас дома очень-очень сильно жарко. Но вот мы приоделись. Я сегодня с таким хвостом. Обычно вы меня видите с распущенными волосами. Сегодня я сделала хвост. Уже очень давно не делала такие, чтобы мне волосы не мешали готовить. Вот. Камеру мы поставили туда, напротив окна. Потому что с этой стороны у нас просто не вмещается. Места не хватает. Поэтому, скорее всего, она будет стоять здесь на входе. Вместе с кольцевой лампой, которая нам очень сильно-сильно-сильно помогла. Сегодня мы с вами будем готовить супчик на утро. Вернее, не с утра, а на обед. Ну да, с утра на обед. Всё правильно. Вот. Я уже обзор на такую сделала. Он выйдет где-то, наверное, в конечной заставке. Где-нибудь она там будет, вы увидите. Вот. Из такой вот макарошечки у нас будет. Вот. Я уже её здесь положила. И сейчас я буду всё то же самое, что ли? Да. Курочку резать. Курочка из меня видно. А мы её порежем. Ой, опять тяжеленная. Кто? Курица тяжеленная. Папа нам принёс курочку вчера. Самую-самую, сказал, большую. Ну-ка, сколько здесь? А, кило семьсот. Даже почти кило восемьсот. Представляете, он сказал, я взял самую большую, самую вкусную курицу. Сегодня у меня даже какая-то курица необычная. Хорошее дело называется. Больвер-цепленка. Обычно я такие никогда не брала. Но, когда берёт муж, то, конечно, он берёт что-то такое необычное, что-то вкусное. Так, сейчас я её быстренько помою. И будем с вами её резать. Он почти стоит. Достан. Ножик, любимый ножичек. Не знаю, надеюсь, что вам такого формата понравится. Ролики. Может, потом ещё. Обычно я снимаю, то есть видно, что я делаю. В этот раз я решила заснять, чтобы было видно и меня тоже. У неё, кстати, грудка очень большая. Такая куриная. Видно вам? Почти видно мою кухню. Видно вот здесь вот как раз у меня срачовник. Там разные лекарства лежат. У нас мёд. Короче, там всё подряд. Потому что у нас с этой стороны тоже столешница. Туда у нас въехала посудомоечная машинка. И теперь всё оттуда вот переехала туда. Разобрать у меня что-то времени вообще нет. Так, хотела я суп делать из куриных крылышек. Но посмотрела, довольно хорошая грудка здесь. Что, наверное, я сделаю суп из грудки. Да, Дим? Да. Диме нужна грудка куриная. А крылышки, наверное, мы оставим с тобой на следующий суп. Печеньки всегда я даю есть, полезные. А Дима всё рассказывает про печеньки. Печеньки, печеньки, печеньки. Мы с Диночкой в основном постараемся, чтобы Дима у меня питался здоровым образом жизни. То есть не какие-то там вот эти вот печенья, в которых много едобавок. Ну, блин, зачем это всё? Зачем ребёнку это сейчас? Шоколад, то есть вот это вот всё. И на даче мы были, бабуля сказала, вот, у меня сестра есть. Типа, вот, а твоя сестра своей дочке даёт и шоколад, много шоколада, много конфет даёт, печенье ест, вроде вот, а ты совсем не даёшь. Я говорю, ну я за здоровый образ жизни. Блин, зачем сейчас это ребёнок, там столько химии, там столько гадостей, ну зачем? Он успеет, он успеет поесть, папа, он поест, вырастет, поест. Сейчас пока маленький ещё детский организм, не знаю, не знаю, я лично так считаю. Так езжа так ездит, так езжа так ездит. Он сейчас лопнет курицу. Вот, и я стараюсь, конечно, давать ему не то, чтобы вот печенье, а какие-то хлебцы. Я их называю печеньем. Вот, в принципе, он их любит, ест. Там некоторые сначала ему не нравятся, будто, некоторые сначала ему не нравятся, потом, в принципе, он начинает их есть. Ну, конфеты я покупала, конфеты бабаевские. Вот, ну, очень, очень редко, но я даю, очень редко. Ну, не знаю, я думаю, скорее всего скажут, что это правильно, потому что, ну, блин, зачем? И, конечно, то, что меня бабуля так попрекнула, мне было неприятно. Вроде как будто бы я ребёнка лишаю детства, не даю ему конфеты. Так, вот это мы уберём, запечём здоровое сегодня. Вот, как будто бы я ребёнка лишаю детства какого-то. Печенье там вот разные есть, хлебцы продают, светофоры. Вот я покупала хлебцы, ему они прям очень нравились, такие ржаные, очень вкусные. Потом в светофоре там у нас открылся какой-то магазин, не знаю, как, не могу никак добраться до Тудова. Хочу купить, мы купили в прошлый раз очень вкусные хлебцы. Вот, они там продаются в этом магазине рублей по 40, наверное. А то, что они такие же, может, упаковка более такая, наверное, хорошая, они продаются по 70 рублей. Ну, в смысле переплачивается. Вот, но они очень вкусные, мне они очень понравились. В детстве я такие пробовала, конечно, мне не нравились они. Вот, ну, это детство, наверное. Я вам такие покупала. И банан тоже полезный. Банан, да, Дима очень налегает на фрукты разные. Да что ж покойли сюда, пусть такая. Нет, неотрезаемая. Вот, Дима очень налегает на фрукты, очень любит фрукты. То есть, Дима, питание у него не просто там абы какое, а как бы это разбалансированное, чтобы оно было. Допустим, на утро каша, потом фрукт обязательно, там на обед, допустим, там суп, если каша даже, то потом мясо обязательно. Да, Дима у нас мясоед, да? Да что ж такое, не помню, я замучилась с этой курицей. Ой, хочу оторвать вот эту вот. Как у меня что-то заболтался, Валя. У меня никак не получается ее оторвать. Опа. 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 Все, наконец-то. Так, это я тоже оставлю на суповой набор. Дима, сядь. Дима, сядь. На суповой набор оставлю. А вот эту вот мы с тобой отварим. Еще, кстати, вот тут вот. Кожицы я, кожицу еще хочу снять. Кожицы, кстати, обожаю. Просто вот эти вот разные кожицы. Куриные. Прям вообще ей так. Запекаешь, когда намажешь ее майонезом, потом сверху специи специальные для мяса. Дима, Дима! Не надо так делать. Вот, намажешь ее специи для мяса. Там разный такой ароматный, вкусный. Прям вообще обалденно. Вкусно. Так, здесь я хочу снять, потому что она прибавит лишний жирочек. Потом все вот такой становится жирненький. А я хочу, чтобы он получился как куриный. Такой жирный. И все переманываются. И в итоге это курица. Вот. И Дима кушает у нас прям хорошо. То есть у нас в день уходит по одному банану, яблоку, мандарину, киви. Вот. Иногда очень редко груши. Вот. Ну, сейчас наступит лето. Может быть, груши, конечно, будет уже побольше. Стараюсь я покупать... То есть, ну, не покупать магазинные груши, яблоки. Но сейчас уже у нас они закончились. Приходится периодически покупать. Соки. Насчет соков. Честно говоря, я против соков детских. Потому что они сладкие. Я против сахара. Вот. Но у Димы в прошлом году была аллергия на мед. Поэтому мы начали есть сахар. Но, по-моему, мне кажется, мы килограмм сахара съедаем за один год. Очень его мало едим. У нас почти его никто не ест. Разве что, если только в варенье добавлять. Да что же такое? Думала, покажу вам мастер-класс, как я с курицей хорошо обхожусь. А в итоге прямо вообще я просто не замучилась. Опа. Все. Так, все. Подрежем. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А я чуть не уронила. Так. Все. Не взяла, нет. Так. И у нас с вами остается задок. Это я вечером запеку, скорее всего. Вот это вот мы... Кофе. Заморозим. Кофе осталось у мамы. Да. Мама по утрам пьет кофе. Очень люблю запах. Вернее, я люблю очень аромат такой с горчинкой. И по утрам его пью. Не могу. Не могу. Не могу. Ай, здесь, здесь. Уберем морозилку и кожицу. Кожицу, по-моему, я где-то стала складывать отдельно. Где-то я видела, что у меня лежит уже замороженная кожица где-то в морозилке. Хотя, честно говоря, у нас уже наступило лето. Но у меня морозилка до сих пор забита. Непонятно, просто чем. Ладно, вниз у меня забит маслом. Сливочное масло мы с вами покупали. Потому что Дима кушает обязательно бутерброд с маслом. Дима, сядь нормально, сейчас шелепаешься. Вот, Дима обязательно кушает бутербродик с маслицем. То есть, это у него тоже обязательно. Вот, потому что мы должны ему поддерживать вес, который постоянно старается куда-то там деться. Ай, 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 что-то сейчас руки попачкать. Ох, нельзя пачкать. Так, и теперь мы с вами заливаем водичку. Что-то... Мне кажется, такая кастрюлька маленькая. Малюсенькая. Но ту кастрюлю я хочу сначала посудомойкой помыть, как следует, чтобы ее прям помыло. Вот эту кастрюлю, кстати, я дала посудомоечной машинке. Она прям, смотрите, она стала вообще прям классная. То есть, она была залеплена жиром. Единственное, вот осталось вот около ручки вот тут вот. Ну и вот тут немножко недомылось. Но я думаю, что со временем, с большим временем она уже помоется. И внутри, конечно, она стала прям вообще классная. Так, туда мы с вами наливаем водичку. 40 лет. Знаете, если честно, я очень мечтаю о второй такой кастрюльке. Мне вот эта кастрюлька прям очень понравилась. Здесь 2,2. То есть вот так вот сварить просто на обед супчик. Или, допустим, кашу ребенку сварить. И где-то этой каши хватает на 2 дня. Там где-то вот с половиночкой. То есть потом раз свеженькую. Или даже на 2. Не с половинкой. Не, не с половинкой, даже на 2 или меньше 2. По-разному бывает. То есть вот так вот ребенку все покушать. Мне прям очень нравится. Целькрой, кстати, привозил, купал. Я вам как-то раз показывала. Вот просто вот такие вот маленькие кастрюлечки. Мне кажется, если поставили большой огонь, ее просто вот так вот огнем закроют. Вот так вот просто и все. Теперь я делала мацони. Мы уже с вами, кстати, делали его. Как-то в каком-то ролике у меня есть. То есть, ну, био-йогурт. Или может получится йогурт. Может быть получится мацони. Не знаю. То есть из такого вот маленькой штучечки, там стоимостью где-то, не знаю, рублей 30, наверное, можно сделать большую банку. Но здесь я оставила. Здесь я взяла 2 столовые ложки. Хотя, честно говоря, зря, наверное, это сделала. Вот, сейчас посмотрим. Оставила ее на следующий раз. Но, в принципе, с него получается. Сейчас посмотрим, что здесь находится. Йогурт или мацони. Ну, тут, по-моему, получается больше по вкусу мацони. Покупала я Слобода, что ли, я сейчас не помню. Какими-то пупами было написано. Там было больше как йогурт по вкусу. Но было обалденно вкусно. Какой-то вот у него, то есть у самого вот этого был привкус какой-то необычный. И у того, что у меня получилось, тоже был привкус необычный. Вот, что-то у меня тут. Ну да, он получился. Хотя нет, в принципе, нормально он такой. Получился хорошенький. Тянется, да. Такой неплохой получился. Мацони. Как мацони. Ну да, я добавил 2 столовые ложки. Нужно было все-таки, если добавить 1 столовую ложку, то получится уже более жиденький. А тут уже такой он более. Вот. Ну, это нам с тобой на полник, скорее всего, пойдет. Вот. Да? На полник мы с тобой его откроем. Посмотрим, попробуем на полник. И вместе, наверное, с козьим молоком. Дима еще у нас сейчас пьет козье молоко в добавок. Вот. И я дам козье козье козье. Ну да, похоже на мацони. Так. Она, кстати, вот эта, да, очень похожа на вкус мацони. Кстати, прям очень-очень. Все, кто живут в Сочи, у вас продается там мацони. Вкус мацони. Один раз даже была я в поезде. Было не так холодно, наверное. Ой, вернее, не так было жарко. И я прям закрытую бутылку мацони из холодильника довезла до Сочи, до Самары двое суток в поезде без холодильника. Я ее довезла. И у меня получилось практически по вкусу сделать мацони. Но потом то ли я куда-то уехала опять надолго. Там было лето, дача, наверное, туда-сюда. И вот это у меня протух. То есть его нужно обновлять, обновлять. А кто это будет делать? Это делать некому было. Вот. Короче, была такая у меня история. То есть здесь, кстати, вот этот похож на мацони, да. А вот тот вот другой. Наверное, я его сейчас ставлю здесь вот где-нибудь фотографию. Он больше похож по вкусу на йогурт. То есть делайте все точно так же, вот как я готовила мацони. Где-нибудь у вас там выйдет, наверное, в конечной заставке, как я готовила мацони. Только добавляете другой. Это, кстати, очень удобно. Очень удобно делается. И я сделала себе раньше, закрывала полотенцами, вы помните. А сейчас я сделала себе вату. То есть, ну, взяла обычную майку, которую я уже не ношу. Она какая-то такая синтетическая. И в ней всегда очень жарко и неприятно находиться. Ну и, соответственно, она, наверное, будет тепло, хорошо держать. Вот. И просто туда заложила вату. Купила в Ашаним. Они продаются такими раскрываешь, такой этой штукой. Не знаю, может, я вторую, если буду делать, то сделаю вместе с вами. Сейчас покажу вату. Вот она. То есть такой довольно большой слой ваты. Такая. И просто сложила. И просто вот здесь вот ниткой обычно здесь сшила их вместе. Вот. Если я буду две банки, наверное, скоро. Хочу делать две банки, потому что просто у нас Дима ушла просто, не знаю, за два-три дня, наверное. Вот. Ну, проще сделать, конечно, да, свежую. Вот. И просто сверху на нее вот так вот одеваю. И все. И стало. Хорошо, конечно, если вы этот рукав где-нибудь на батарее погреете. Но сейчас лето где-то на батарее погреешь. Чтобы он был горячим. Вот. Еще интересный момент я вчера узнала, что можно еще эту банку погреть в горячей воде. И вот тут все нагреется, если вы боитесь, что у вас не получится. Обтирайте потом полотенцем и надевайте этот рукав. Вот. Такой вам маленький советик. Слушайте, здесь много всего интересного, да? Так, сейчас мы сварим. И потом даем мне ту курицу, вытащу. Потом покажу вам, наверное, скорее всего, конечный результат. Потому что ролик, скорее всего, сейчас затянется. А у меня уже на флешке осталось всего 2 часа. Вот. Вытащу. Потом положу, наверное, вот эту вот. Антем у нас с тобой. А, там у нас с тобой чай. Ты хочешь чай, что ли? Ну, хочу там высотеть. Там у нас все подлежит. Жасмин я на даче набрала. Вот. Да? Сейчас оттуда как в глаз тебе выскочит кто-нибудь. Как-то спанет. Вот. Так. Да. И положу вот эту вот вермешельку. Я планирую ее положить. Наверное, я не буду ее, наверное, разламывать. Я люблю, когда вермешелька такая цельная. Сейчас положим поменьше. А, еще яички. Да, я еще яички буду брать попозже. Вот. Наверное, вот так вот положу. Посмотрим там с вами, как что там с ней будет. Но она сейчас быстро закипит. В принципе, должна быстро свариться. Вот. И сварим. Посмотрим потом с вами по вкусу. Я планирую потом добавить еще яичко, да. Мяско немножко. А, ну, корошка, да, вот это будет. И все, наверное. Картошка. Что-то мне не хочется. Это будет у нас такой легкий супчик. Иногда мы с Димочкой... А, еще зелень. Во! Иногда мы с Димочкой его готовим. Вот здесь у меня, конечно, посудомоечная машинка стоит. Вчера я делала, кстати, обзор на мини вот такие вот таблеточки. Они, смотрите, различаются. То есть, это вот как раз прямо почти половинка вот этой вот. Хотя она чуть-чуть побольше. Немножко это. Купила мини. Хотя в какой-то момент я подумала, что зря я взяла мини. Надо было брать большие. Я боялась, что большие режутся очень плохо. На самом деле они очень легко режутся. Чуть-чуть ее сбоку. Не знаю, по крайней мере у меня. Где-то я читала, что кто-то прям ножом очень долго вот так пилит, пилит, пилит. Не знаю, вот эта таблетка очень хорошо. Прямо с уголочкой все. И она разламывается. Это вот даже есть половиночка. Вот. Вот она. Половиночка. Такой штучки. И есть еще вот такая. Убежала. Убежала курочка, пока я с вами заболталась. Половиночка есть. Но она легко, она реально легко очень режется. Не знаю, может быть, конечно, не все. Просто получилось бы, наверное, гораздо экономнее и гораздо больше. Но я купила по 60 штук, 3 пачки. То есть должно, в принципе, хватить мне надолго. И пока что я, наверное, мою посуду один раз в день, потому что у нас очень ее мало. Вот. Пока вот так вот. Конечно же, выйдет обязательно. Выйдет обзор на вот эту посудомощную маршрубу. Здесь еще пока ее не видно. Вот. Плюс, кстати, у меня еще телефон новый. Да, кстати, вот он прозвенел. У меня вот такой вот новенький телефончик. Хочу с вам похвастаться. Это OPPO Reno5. Как я его купила? Я, наверное, сейчас вам расскажу, как я его купила. Я пришла в магазин смотреть телефон Samsung. Я хотела Samsung. У меня никогда не... А, нет. У меня когда-то был Samsung. Вот. Ну, я хотела купить Samsung. Потому что вроде они ценятся. Они хорошие. Мне казалось, что вообще там что-то такое супер. Наверное, сейчас вот тут станет фотография, какой я хотела купить. Это вышел новенький Samsung. Вот такой тоже очень красивый. Тоже большие там камеры. Ну, такое вот тоже подобное. То есть тоже видны вот эти вот темные вот камеры. И как вот до этого были Samsung, да, вот полностью тут вот черные-черные камеры. Мне уже не хотелось такое. Мне хотелось что-то другое, что-то более новое. Ну, я, в принципе, такой человек. Если я покупаю смартфон, то я стараюсь брать новый. Прям вот новый. Не то, что, допустим, он там продается в продаже 20 лет, там, или там 2 года, да. То есть, ну, смысл. Если у меня уже есть такой смысл, я буду покупать такой же похожий. Я стараюсь взять еще лучше. Вот. И, конечно же, чтобы он был лучше, чем у других. Допустим, ну, у других моих родственников, там, все такое. Не знаю почему, но у меня именно вот так вот это все. Дима, уронишь сейчас. Тихонько сиди. Тихонько сиди, Дим. Вон у тебя косточки есть. Прикресс косточкам. Так, у нас там кипит. Вот. То есть, стараюсь взять лучше. И пришла смотреть телефон-магазин. Пришла я в РБТ. Почему-то. А, потому что это, там, как раз, поднимаешься по лестнице, и он был первый. РБТ. А потом ДНС там нужно было пройти. Сколько-то там, метров 300, наверное, 400. Ну, так, длинно довольно. Вот. Я зашла, говорю, у вас, говорю, Samsung есть, который вышел недавно. А по цифрам я его не запомнила. И продавец такой, что? Вам нужен новый Samsung? Ну, он же стоит там 30 тысяч. Вы что? Мне вот так вот. Типа, он же стоит дорого. И, знаете, в какой-то момент себя ощутила бомжиха, как будто я зашла, какая-то вся, знаете, такая грязная, тихо, такая грязная, какая-то растрепанная, там, пропитая синяками. И спрашиваю, у вас есть Samsung за 30 тысяч? Ну, как будто, знаете, на вид у меня нет денег. И, как бы, я хочу его купить, но денег у меня нету. Я вот так себя ощутила, и я говорю, ну, да, я знаю, что он стоит 30 тысяч. Тот такой, да? А-а-а, типа, ну, ладно. То есть, ну, как обычно, встречают по одевушке, да, поражают по уму. А в магазинах тоже есть такая же фигня. Допустим, когда вы приходите, на вас смотрят, если человек одет хорошо, то ему предлагают смартфон хороший. Если он одет не очень хорошо, значит, похуже. Вот, я этим вот раньше очень сильно проверяла, когда у меня не было еще Димочки. Часто ходила по магазинам, чтобы понять, насколько хорошо я одета. И мне всегда предлагали смартфоны дорогие. Всегда было это так. А тут, блин, он просто удивился, да, я знаю, что он стоит 30 тысяч, все в этом такого. Вот. И он говорит, типа, зачем он вам нужен, короче, его там не было в наличии. Он говорит, посмотрите, вот такой вот. Ну, показал просто коробочку, я говорю, да не, не надо вставать какой-то там, опа, Рено 5. Думаю, опа, там вообще какой-то непонятный телефон. Думаю, нафиг он вообще мне нужен. Думаю, за 30 тысяч, думать же вообще кошмар. Ну, какой-то там вообще неизвестный покупать, да, за такую большую цену. Ну, смысл, зачем? Вот он такой, ну, ладно, типа, давайте вам дам его потрогать. Я думаю, ну, зачем мне, если я не собираюсь покупать неизвестный телефон, ну, зачем мне его еще и трогать-то? Ну, он все равно будет, давайте дам, давайте дам. Короче, достал, но он был сверху здесь в пленке, закрытый экран, то есть зелененький там есть. Ну, я так посмотрела, блин, думаю, он такой красивый, он так вот переливается. Вот, посмотрела его, и он мне понравился. Ну, я запомнила, опа, Рено 5. Вот, смотрите, он прям вообще просто разный. И вот, знаете, если вот сидишь здесь на лавочке, заняться нечем, можно снять вот и сидеть вот так вот, переливание. Не оставлять, кстати, отпечатки пальцев, это очень классно. У него тоже выйдет отдельный обзор. Вот, я его потрогала, посмотрела, мне понравилось. Я пришла домой, в Билла, он стоит 30 тысяч. Вот, но почему-то оказалось, что их практически нигде нет. Единственное, было 5 штук в РБТ, в Яндекс.Маркете, и все, по-моему. Больше нигде не нашла, я начала искать, начала думать, нужен ли мне телефон за 30 тысяч. То есть, ну, понимаете, 30 тысяч это много, это реально много. То есть, мои смартфоны всегда были до 15 тысяч. Они были за 10, за 13. Вот, как-то вот так вот. То есть, такого дорогого смартфона у меня никогда не было. Вот. Но я посмотрела, у него хорошая камера, у него необычная камера. То есть, она у него здесь двойная. Сейчас мы посмотрим. Я потом этот ролик, наверное, туда вставлю. Так, сейчас сделаю тут у меня. Кто? Кто? То есть, да, вот она. Я вижу ее. То есть, вы видите, кольцу лампу, там камера. Вот она камера. И я вижу в себе, какой лохматый оказывается. А вы молчите, ничего не говорите. Вот, то есть, можно видео записать сразу двумя камерами. То есть, не как я обычно, да, записываю отдельно ребенка, отдельно себя. А могу сразу записывать и ребенка, и себя. То есть, и реакцию вот эту. В инстаграм там выкладывать, все такое. Это супер. И это, по-моему, такая камера есть единственная только в этом смартфоне. То есть, других нет. Это какая-то новинка, это что-то необычное, это что-то новенькое. И, конечно, меня это завлекло. Я очень долго думала, думала, думала. Ну, пока я думала, конечно, в РБТ все смартфоны эти закончились. Я заказала там. Сказали, что заказ оформлен, привезутся, супер. На настоящий день мне звонят. И говорят, что остался только смартфон витринный. Но его вроде только трогали, но не включали. Вот, я говорю, нет, витрина мне не нужен. Думаю, зачем? Вдруг его уронили случайно, поцарапали, где-то там еще что-то. Я думаю, тем более за... А, нет, там была скидка 2000, по-моему, да. Думаю, нет, лучше я переплачу, думаю, но у меня будет прям вот новенький, в коробочке. Все будет супер, все будет хорошо. Вот. Все, начиналась. Смотрю, оказывается, в ДНС есть. И в ДНС, кстати, самое классное, то, что там можно выбрать либо из магазина, либо со склада. Я нажала со склада. Я нажала со склада. И там через пару дней он приехал, я пошла в ДНС и его забрала. Короче, такая вот у нас была история, длинная история. Как бы этого смартфона больше нигде нету, нигде не продается. То есть, знаете, такое ощущение, как будто... Выпустили там, знаете, так смартфон штук 100. Распределили так по городу, по 5 штук там в каждый магазин, да. Народ купил и все. То есть, какая, знаете, вот есть необычность, как вот, когда оденешь какую-то кофточку, сам ее сошьешь, да, сам дизайн сделаешь. Ее оденешь, идешь такая по городу, типа, вот у меня вот такая кофточка есть. Я единственная такая, вот у меня такая кофта есть. А у вас ни у кого нету, какое-то вот это вот ощущение другое. Здесь тоже самое получается. То есть, смартфон у меня такой есть. А в моем городе, наверное, такой смартфон есть у человек, не знаю, еще 15. Наверняка, если у РБТ 5 смартфонов было. У ДНС я не знаю, сколько там заказали раз. И, а, есть еще такой черный, но черный он не так смотрится. Уже как-то, ну, не знаю, мне понравился. Сетеринки черные есть и где-то еще. То есть, ну, допустим, в моем городе их штук 30, да. То есть, это уже что-то такое необычное. И плюс он еще новенький. Он вышел в апреле. В апреле, там, в середине, что-то апреле, мае. То есть, ему где-то он вышел месяц и заслужил большое-большое внимание. И очень-очень классно. И снимки, кстати, получаются на нем просто шикарные. Вот это я очень сильно боялась, потому что обзоры были на него в апреле все. И, конечно же, в апреле не было таких цветов разных. Вот, короче, такое у нас с вами затянулось, наверное, очень сильно. Мой рассказ. Хотела, конечно, этот рассказ рассказать при других условиях, но ладно. Так, ребенок весь уже у нас издевался, зевает. А у меня прямо перед кольцевой лампой вот эти вот везде находятся кружочки. Что ты хочешь? Поиграть. Поиграть хочешь? А что ты не идешь? Ты думаешь, что не пройдешь там? Давай. Иди. Вот, ребенок у меня ушел играть, мне надоело сидеть. Слушать мамину болтовню. Так, что я хотела? Здесь у меня кипит. Да, наверное, здесь еще кипит. У меня будет кипеть, наверное, долго. И потом я вам покажу уже конечный результат. Иначе этот ролик, мне кажется, затянется очень-очень-очень долго. Да, еще, кстати, с Димочкой начали пить вот такую вот смесь. На нее был обзор. И мы начали. Может быть, у кого дети, аллергия там, по-моему. Сейчас я вот тут вот покажу вам. А вы нажмете стоп и прочитаете. Чего, как, почем, откуда, зачем. И так далее. Надеюсь, что вам было видно. Но там как раз у кого недовес. А вот низкая масса тела, вот как у Димы. После операции, заболевания там какие-то, связанные с питанием. При плохом аппетите. Ну, у Димы, в принципе, хороший аппетит. Все хорошо у него, хороший аппетит. Он кушает много, но он не поправляется. То есть, вот сегодня с утром из веса у него было 14500. При том, что уже мы целый год пытаемся даже больше, наверное, набрать вот этот вес. Но, в принципе, в прошлом году, летом он вес набирал. Потом мы заболели очень сильно. И сейчас мы после болезни до сих пор еще восстанавливаемся. То, конечно, это все очень сложно. То есть, в прошлом году, в феврале, у него был 14 килограмм вес. Потом он в феврале заболел. Потом он летом вроде бы набрал, но мы не взвешивались. И сейчас у него опять с трудом, с трудом мы набрали, наверное, где-то так же в феврале в этом году 14 килограмм. И дальше вес просто не идет. Мы кушаем, мы кушаем бетерброд, молоко, то есть балансированное питание. Все супер должно быть. Он остановился и все, он не идет. Вот сейчас стало 14500 сегодня с утра. Вот, сегодня мы попробуем попили эту смесь. Завтра с утра мы тоже взвесимся. На нее будет отдельный обзор. Что там, как там. Ну, то есть, на сколько дней нам ее хватит. Сегодня я еще в WhatsApp напишу нашему педиатру. Спрошу, сколько стаканов нам в день выпивать. Наверное, сказать всего по одному стакану. Потому что я не помню, что он нам говорил там. Сколько нам времени ее пить. Вот, потому что есть продаются. В Яндекс.Маркете я заказывала. Есть продаются по 3 штуки. Вот таких вот сразу набором. Но я посчитала по 3 штуки. И выходит немножечко подороже. То есть, гораздо дешевле, если вы будете заказывать по 3 штуки. По одной штуке. Вот. То есть, вот как-то вот так вот. Ну, экономия. Экономия, экономия. Я люблю экономить. Если честно, очень люблю. Как-то так вот. Где-то вот математику очень люблю. Просчитывать, записывать. Вот это вот все. Там, выразить, умножить. Там, вот в тетрадочку все это записать. Мне правда это очень-очень сильно нравится. Вот. Ладно. Мы с вами будем заканчивать. Потом я покажу, чем у нас получился. Какой супчик получился. Чего и как. И потом с вами посмотрим, насколько же этот ролик наберет просмотра. Потому что я очень сильно старалась. Мне кажется, что он вам должен все-таки понравиться. Все-таки должен. Да, Дим? Дима уже находится там за кадром. А у меня уже открытся лампы. Вот эти вот прям круги. По всей, по всей, по всей. Да, кстати, в комментариях напишите, о чем мы поговорим мы с вами в следующий раз. Может быть, какую-то определенную тему мне будет так удобнее. А то, мне кажется, я вам уже просто рассказала абсолютно все. Все, все, все любые темы. Кого? Так, вот такой супчик у нас получился. Смотрите. Красивенький. Добавили еще перчик, помидорку. И прям очень классно, красиво получается. По бокам вермишелька, а посередине помидорка с перчиком. Смотрите, вот так вот вермишелька выглядит. Оказалось, что она белая. И она развалилась немножечко у меня. Ну, не развалилась, как ее много стало. Слишком я добавила много. Очень вкусно, смотрите, выглядит. И очень прям обалденный. Сейчас будем пробовать. Смотрите, какая у нас красота с Димулькой на полдник. Это вот Димочки, это вот мне. Такой стаканчик. Клубничка, вишенка. Клубника настоящая. Вишенка, черно-смородина. Все это полито вишневым соком. Ну, остатком. Вот. И у меня так же. Ммм, вкуснятина. Ням-ням-ням.